Всем привет! В этой поездке в Ливине я решил попробовать максимальное количество активностей и в этой серии я вам расскажу про катание на фэдбайках. Сейчас март, еще очень много снега, но при этом, как вы видите, я еду вполне себе комфортно. Стоит сказать несколько слов про то, что такое фэдбайк. В принципе, это обычный велосипед, отличается лишь тем, что здесь очень широкие колеса. Не знаю, сколько именно на этом велосипеде, но я думаю, примерно 5 дюймов. Вот всего довольно немало. Плюс они на низком давлении, чтобы могли легко катиться по снегу. Ну а так, в целом, обычный велосипед. Попробуем в вилле на фэдбайке. Никогда до этого не пробовал. В целом, так же. Хотя, конечно, покрышка широкая, и когда ты заваливаешься на бок, тебя начинает пускать в радиус. Он то есть немножко в спирали вводит. Поэтому нужно стараться ехать на центральной части покрышки. Хотя на этом велосипеде и нет подвески, но едется на нем довольно мягко. Ширина резины довольно большая, и ход может составлять аж до 120 миллиметров. Ну, то есть 12 сантиметров, что немало. Наш гид Адам, он же здесь давно живет. Адам в прошлом чемпион Италии по кросс-кантри в Венеорах. Поэтому, я думаю, он неплохо крутит в гору, и, возможно, с горы тоже. Справа вы видите, кстати, лыжная трасса. Кстати, едешь на релике практически по асфальту, а справа у тебя лыжня. Вот сейчас ее мы пересечем. 180 на футбайке. Когда еще получится сделать? Доехали до подъемника. Обычный, в принципе, подъемник с тарелочками, склон, а там вроде как трейлы. Сейчас по ним не будем кататься. Для подъема нужно использовать обычный стандартный эскипас, который я использую для катания в других зонах. Провернуть эту штуку, короче. А после этого можно с вельком подойти, подняться. Стоишь рядышком, берешь тарелку и, как обычно, едешь наверх. Зимой в Львине можно кататься на всех не основных подъемниках, это так сказать. То есть говоря, вот эти подъемники, которые небольшие. Ну и последний подъемник, он кабиночный, но на нем можно подниматься. А на Матолина и в Карасселу основные большие подъемники, которые набирают почти по 1000 метров, на них, к сожалению, не опускают. Ну, потому что боятся, что можно встретиться с лыжниками от раз. А здесь никого нет, это черные склоны, поэтому здесь можно кататься. Кто-то подумает, зачем вообще кататься на велике зимой. На самом деле, это схоже с катанием по грязи. Если есть желание научиться быстро ездить в грязь, то зима – это оптимальный вариант, потому что падать не так больно, а ощущения от катания примерно те же. То есть есть скольжение, нужно уметь ловить занос, контроль иметь над великом. Вот. И ты чистый при этом. Хотя бы, может быть, будешь мокрым. Отпускаем. Я попробую проехать по славанной трассе. Не знаю, сколько это получится, но поехали. Ну, ездится неплохо, как надо сказать. Здесь, скорее всего, будет мокрый снег. Теперь мы поедем вот в ту сторону по трейлам, которые специально построены в снегу для того, чтобы можно было кататься на них на фэтбайке. Эти трейлы, кстати, даже обрабатывают книгоходами с насадкой сзади, то есть прицепом, который делает, ну, что-то вроде вельвета. Ну, уплотняет снег, чтобы не проваливались колеса. Интересно, зачем парни рюкзак 38 литров, заполненный целиком. А сейчас начнется спуск. Ух! Класс! Правый поворот. Волны небольшие. Еще правый поворот. Детереста. Налево. Ух! Прикольно. Здесь подставил снежок. Проваливает с колеса. Ах! Класс! Правый поворот. И левый. Оу! Ух! Класс! Сирпанем немного. Ух! 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 Прыжочки. Волны. Все прикольно. Да, здесь лучше не нажимать передний тормоз в повороте, потому что колесо сразу уходит за нас. Волны. 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 Ух! 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 Съел снег. Волны. Ух! Ха! Класс! Повороты. Неплохо он проходит. Чувствуется опыт. Стараюсь не отставать. Огей. Это был почти фокрос. Троу!